всем привет и мы продолжаем рубрику канала посвященную обзорам различных масштабных моделей домов на колесах и сегодня я вам покажу старую модель от производителя minichamps в масштабе 1 к 43 это прицеп дом на колесах для легкового автомобиля и этот прицеп можно было приобрести в любом крупном онлайн интернет магазине около 15 или 16 лет назад модель была выпущена довольно ограниченным тиражом хотя тираж на коробке не указан но подобная техника не пользовалась большим спросом и она стоила чуть дороже чем обычные легковые автомобили которые выходили под этой маркой и если вспомнить легковушки minichamps с того времени то они стоили 30-35 евро данный прицеп продавали за 40-45 и он был значительно дешевле чем грузовики и крупные автобусы они обычно шли по 80-85 евро в некоторых случаях за них просили 100 и помимо домика на колесах у minichamps также предлагался прицеп для перевозки автомобилей также прицеп для перевозки лошадей его я вам как-то давно показывал и были небольшие одноосные бортовые прицепчики с тентом и друг от друга они отличались цветом тента у меня в коллекции есть такой прицеп с оранжевым тентом но также я видел в продаже прицеп с синим и красным вариантом окраски и если говорить о домике на колесах то на мою память больше у minichamps не предлагалось подобной техники и в принципе эту серию я начал довольно давно собирать и в основном моей коллекции представлены домики американской техники от neo также от других брендов и не так давно я покупал модель от shuko из серии pro r там был довольно интересный набор volkswagen juke золотистого цвета и у него тоже довольно интересный небольшой прицеп дом на колесах и он фиксировался на крыше автомобиля получался такой как бы сидельный тягач если у вас будет интерес я тоже сделаю на ту модель отдельный видео обзор и перед тем как мы начнем обозревать данную масштабную копию я вас познакомлю с другими прицепами которые есть в моей коллекции и вообще мое знакомство с подобными домиками было еще с советского времени о чем я и не догадывался помните старый небольшой прицепчик skiv конечно это не дом на колесах в прямом смысле слова это прицеп палатка у него открывается крышка и у настоящего прицепа тогда раскладывается палатка и получается вот такой передвижной дом и изначально я думал что это обычный бортовой прицеп у которого просто накрывается крышка чтобы не повредился и не испортился перевозимый груз от погодных условий но на самом деле здесь все гораздо интереснее и конечно это уже новодельный небольшой прицеп здесь пластиковое черное днище также написано сделано в россии но у меня где-то лежит такая модель еще советского периода у нее было хромированное днище и насколько я помню по-моему также были подрессоренные колесики и цвет того прицепа был если мне не изменяет память темно-зеленый только крышка была белого цвета здесь полностью белый прицепчик и это тоже вполне хорошая модель она стоит не так уж и дорого и сейчас такие прицепы можно найти за 3-4 евро только здесь нету функционала крышечка зафиксирована и по-моему то ли она приклеена то ли завальцована к днищу прицепа я вот эти прицепчики никогда не разбирал поэтому кто из вас знает как он разбирается тоже напишите в комментариях и также я вам покажу довольно старую модель домика на колесах от производителя hongwell kararama и это в принципе очень хорошее изделие которое по большому счету не многим уступает вот этому более дорогому аналогу от minichamps здесь представлен крупный двухосный прицеп марки polar шведская компания и конечно у него черный интерьер пластик окрашенный в массе но при желании можно его полностью разобрать и окрасить внутренности также сделать какие-то дополнения и если говорить о различных вариантах исполнения подобной техники то она друг от друга не сильно отличается преимущественно это пластиковый корпус примерно одного дизайна окошки и больше здесь нечего делать поэтому особо друг от друга прицепы по себестоимости не выделяются конечно на некоторых присутствует фототравление и не так давно я вам показывал прицеп aerofleet travel trailer 48 года выпуска от производителя neo scale models конечно здесь добавлены жалюзи из фототравления и возможно лучше расшивка но этот прицеп проигрывает аналогу от minichamps тем что у него абсолютно отсутствует внутренности скажем так в кабине и я вам покажу как выглядит сам корпус от этого прицепа у меня есть вот такой предсерийный макет на котором отрабатывалась схема окраски и здесь как вы можете видеть позволяет корпус сделать различную утварь внутри поставить печку шкафчики различные диванчики но почему-то neo не захотел это делать и если вы посмотрите на упаковку от производителя minichamps то она тоже немножко отличается от стандартных дисплей кейсов здесь обычная картонная коробка и сам прицеп фиксируется при помощи двухстворчатого блистера на одной из сторон есть наклейка с артикулом по которому можно найти эту модель в интернете указан сам прицеп караван 73 года и цвет белый и насколько мне известно у minichamps не было перевыпуска этого прицепа в других вариантах окраски и я думаю что это прицеп марки tabbert немецкая компания она уже давно выпускает прицепы с 53 года и очень похож логотип на нижней стороне упаковки есть различная информация которая касается данного бренда естественно эти модели изготовлены в китае и не стоит их оставлять под открытыми солнечными лучами из-за того что здесь из металла только рама этот прицеп очень легкий но он вполне хорошо смотрится на полке если не брать его в руки то вы не заметите того что он сделан из пластика пластик здесь хорошего качества тем более он окрашен и также краской обозначены другие декоративные элементы молдинги в сером цвете и также есть вот такая красивая окантовка если вы посмотрите сквозь окошки то там виднеется и небольшой диванчик также окрашенный столик есть различные полочки конечно из-за того что здесь стекла немножко скажем так изогнутой формы то преломляется то что находится внутри но при желании можно рассмотреть различные шкафчики полочки и также при желании можно разобрать этот прицеп и посадить туда например человечков на крыше прицепа есть тонированный прозрачный люк также есть вот такой грибок скорее всего от вытяжки для духовки также есть логотип фирмы изготовителя прицепа небольшая дверца она просто скажем так обозначена краской хотя здесь тоже есть небольшие выступы но скажем так это не отдельный элемент колесные диски с колпаками скорее всего на 15 или 14 дюймов обуты в покрышке на задней стороне прицепа установлена осветительная техника обозначены поворотники стоп-сигналы также добавили треугольные катафоты и есть вот такая хромированная декоративная накладка которая освещает номерной знак но номерные знаки здесь не установили также есть отдельные небольшие поручни и вот так в принципе выглядит рама данного прицепа есть небольшие опоры но они сделаны в сложенном состоянии и это единая деталь с частью рамы также указан прототип караван 73 года производитель minichamps и модель сделана в китае так что если вы поклонник подобной техники можете смело покупать данную масштабную копию повторюсь я не отслеживал сколько сейчас данный прицепчик может стоить но я предполагаю что цена может варьироваться от 50 до 70 евро из-за того что модель довольно редкая тем более уже снята с производства скорее всего перевыпуска подобной техники не будет потому что она и в то время не пользовалась особым спросом я думаю цена на эти изделия будет только расти и также я вам покажу для наглядности легковой автомобиль который можно использовать с данным домиком на колесах например volkswagen от minichamps конечно сюда нету смысла ставить большой американский автомобиль потому что все же это европейская техника и сложно подобрать модель от minichamps у которой изначально установлен фаркоп такие модели встречаются но очень редко и в основном это те автомобили которые или не подходят по году выпуска или которые совершенно не подходят по региону использования данной техники вы фаркоп можете изготовить также самостоятельно и некоторые бренды которые выпускают подобную технику иногда фаркопы вкладывают в пакетик который можно установить тоже отдельно на масштабную копию но с этим прицепом отдельно ничего не поставлялось и пишите ваши комментарии понравилась ли вам данная масштабная копия что вы думаете о данном небольшом доме на колесах от производителя minichamps если вам нравится подобная техника то обязательно оставьте ваш комментарий тогда я продолжу эту рубрику не забывайте нажать на колокольчик также подписаться на мои группы вконтакте и фейсбуке и на сегодня это все и мы увидимся с вами в следующих видео роликах до новых встреч пока